В Нур-Султан прибыл с рабочим визитом министр экономики и финансов Франции в Руно-Лемер. Это его первая поездка в Центральную Азию с момента вступления в должность. Министр посетил столичный завод по производству электрозаводов и принял участие в торжественной презентации «Локомотива», предназначенного для экспорта за рубеж. В Нур-Султане он также проведет переговоры с президентом Казахстана Касымжем Артакаевым и премьером-министром Аскаром Мамином. Спасибо большое, господин президент. Спасибо за ваш прием и за оказанную нам честь в приеме нашей делегации. Казахстан – это стратегическая страна для Франции. И мы хотели бы, чтобы Казахстан также оставаться нашим стратегическим партнером и в будущем. Почти 40% дорог в североказахстанской области находятся в неудовлетворительном состоянии. Бездорожье доставляет жителям немало проблем. На ремонт трасс местного и республиканского значения выделено 37 миллиардов тенге. Ямы и промоины – вот так выглядят чуть меньше половины дорог в североказахстанской области. И это почти 3000 километров. К 2021 году привести в порядок в области обещают и трассы Петропавловскурган и Таиншетшкалова, которые реконструируют уже не первый год. За последние три года на севере страны отремонтировали 1900 километров дорог, связывающих 128 населенных пунктов. Чиновники обещают, что к 2021 году в области 73% трасс будут в хорошем состоянии. Белорусская армия обновляет парк техники. Более десятка модернизированных образцов поступило на вооружение в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Обновленные машины предназначены для расчетов оперативных групп. Благодаря переоснащению военным будет удобнее выполнять боевые задачи как в стационарных, так и в полевых условиях. Обновление парка техники в армии будет продолжаться. Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу 31 июля. Рассчитывать на ипотечные каникулы смогут граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию и неспособные платить взносы по ипотеке. Речь идет об увольнении с работы, получении инвалидности или временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев. Каникулами также могут воспользоваться те, у кого снизился заработок или увеличилось число иждивенцев. Согласно документу, заемщики могут потребовать от банка приостановить платежи или сократить их на срок до полугода. Воспользоваться этим правом можно один раз за период кредита и на жилье стоимостью не менее 15 миллионов рублей. Жилье при этом должно быть единственным. Шаг к цифровизации. В Кыргызстане расширяют перечень государственных услуг, которые можно получить по интернету. Если есть биометрический паспорт, справку можно получить онлайн. Данные считывает специальный ридер. Такой ридер стоит до 10 долларов. Купить его можно в магазинах или в регистрационной службе. Удобно и просто. Поэтому пользуются им все больше людей, как и сайтом госуслуг. Сейчас на портале госуслуг можно получить около 30 различных справок. Но самые популярные запросы связаны с машинами. Через интернет покупатели авто проверяют, не числится ли за машиной неоплаченный штраф. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Корректировка выплат началась с 1 августа. Затронула она примерно 14 миллионов россиян. Перерасчет будет производиться без заявлений от граждан. Максимальная прибавка составляет 261 рубль, сообщили в Пенсионном фонде России. На эти цели выделено 10,5 миллиардов рублей. Ранее стало известно, куда любят летать российские пенсионеры. Эксперты проанализировали бронирование перелетов за год среди туристов старше 65 лет. Данные статистики свидетельствуют о замедлении экономического роста в Евросоюзе. Во втором квартале в 19 странах еврозоны рост замедлился вдвое. По предварительным оценкам статистического управления Евросоюза в период с апреля по июнь ВВП в этом блоке увеличился на 0,2%. В то время как с января по март рост составлял 0,4%. Экономика 28 стран Евросоюза выросла на 0,2%, в первом квартале на 0,5%. На показателях экономической активности сказали снижение глобального спроса, а перспективы торговли и инвестиции все еще омрачены протекционизмом и неопределенностью. На этом фоне хорошо выглядят данные по безработице, которая в июне в странах еврозоны снизилась на 7,5%. Минимального уровня с июля 2008 года. Замедление экономического роста отразилось на инфляции. В июле потребительские цены в еврозоне в годовом выражении выросли на 1,1%. Таким образом, инфляция держится ниже целевого показателя, установленного Европейским центральным банком на уровне ниже 2%. Данные статистики увеличивают вероятность того, что в сентябре регулятор введет дополнительные стимулы и смягчит денежно-кредитную политику. Несмотря на давление со стороны США, выручка китайского гиганта в первом полугодии превысила 58 миллиардов долларов. Таким образом, в годовом выражении она выросла на 23,2%. В январе-июне Huawei поставила 118 миллионов смартфонов, что на 24% больше, чем в прошлом году. В руководстве также отметили, что ограничительные меры не повлияли на развертывание сети 5G. В мае Минторг США внес компанию в черный список, как предоставляющую угрозу национальной безопасности страны. Дональд Трамп пообещал снять санкции с Huawei, если американские и китайские переговорщики смогут достичь соглашения о прекращении тарифной войны. «Мы готовимся к тому, что впереди нас еще ждут трудности, но мы уверены в хороших показателях за 2019 год. Мы уже почти залатали дыры в нашей системе поставок и теперь сосредоточились на том, чтобы наладить механизм бизнес-взаимодействия с клиентами». В Португалии арестована крупнейшая в стране коллекция искусства 20 века. Около 900 произведений принадлежат предпринимателю Жозе Берарду. По решению суда, коллекция изъята в счет уплаты крупных долгов бизнесмена. Кредиты на общую сумму почти в миллиард евро Берарду набрал у трех португальских банков. В залог предприниматель предложил именно свою коллекцию искусства. Однако к моменту расплаты, по данным следствия, всячески препятствовал передаче залога. Значительная часть предметов была постоянно выставлена в музеях и потому охранялась государством. Именно это препятствие снято решением суда. Стоимость собрания в прошлом десятилетии превысила 300 миллионов евро. Сегодня, по словам экспертов, эта сумма может оказаться вдвое больше. Ранее в счет уплаты долгу уже была арестована недвижимость Берарду, включая отели и квартиры на Мадере и в Лиссабоне. Правительство Португалии арест коллекции искусства не комментирует. Дональд Трамп снова обрушился с критикой на КНР в день, когда американская делегация прилетела в Шанхай, чтобы начать новый раунд переговоров по окончанию торговой войны. Президент США выразил недовольство тем, что Китай не выполняет обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции в качестве жеста доброй воли для урегулирования спора в сфере торговли. «Моя команда ведет с ними, то есть с китайской стороной, переговоры, но в конце концов они изменяют сделку в свою пользу», – написал Трамп в Твиттере. Он также предупредил Пекин, что тому не следует затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде, что на следующих президентских выборах победят демократы, готовые пойти на уступки. Он предупредил, что в случае его переизбрания Белый дом займет гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах с КНР. Последний одиннадцатый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по урегулированию торговых споров состоялся в первой половине мая в американской столице, но затем диалог зашел в тупик. 10 мая США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов, превысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем в 5 тысяч товаров из США на сумму в 60 миллиардов долларов. Долгосрочные проблемы все еще существуют. Это, например, вопросы промышленной политики, интеллектуальная собственность, вынужденные передачи технологий, субсидии для государственных предприятий. Все эти вопросы так и остаются без решения. Но ключевой момент заключается в том, возобновятся ли переговоры через три месяца и вернутся ли стороны к 150-страничному документу, которые обсуждали за последние месяцы, или пойдут в другом направлении? КОНЕЦ